В Москве открылась ярмарка художественных промыслов России. Других посмотреть и себя показать съехались мастера со всех уголков нашей Родины. Вот посмотрите, что Владимир нам приготовил. И не остались безусловно в стороне подмосковной ремесленники, такие как Владимир. Олеся Серегина примерила на себя традиционный русский костюм и выяснила, как с помощью народных ремесел может неплохо заработать. А ты знаешь уже. Художественные промыслы сегодня становятся настоящим малым бизнесом в регионах. На выставку народных ремесел съехались мастера со всего Подмосковья. Но что интересно, привезли они не только всем известные павлопосадские платки и кжейский фарфор. Но и, например, вот такие резные елочные игрушки, ностальгически отсылающие к детским воспоминаниям. Валентина с Виктором почти 20 лет мастерят новогодние подарки, которые с года в год пользуются все больше популярностью. О том, как начинали свой бизнес еще в лихие 90-е, работая на заводе игрушек, вспоминают с особой теплотой. И вот когда мы родили, примерный ассортимент, ну вот был еще небольшой штучек, 20 там где-то, там елочка чего-то, перенашечка такая была. И когда мы вышли, вот уже расписали все это к коллективу, и весь коллектив начал творить. И пусть доходы мастеров из Сергиева Посада довольно скромные, около 400 тысяч рублей в год, они свой бизнес не бросают. Оказавшись на московской выставке, с гордостью рассказывают, их уникальная продукция привлекает даже иностранных туристов. Китайцы, они обожают шкатулки и матрешки. Китайцы там по шкатулкам у нас самые... Панно очень любят. Панно очень любят китайцы. Бывают иностранцы, но матрешки. Их интересуют, у нас очень красивые оригинальные матрешки. У нас не похожие, чисто традиционная сергиопосадская роспись. А вот художница из Федоскина, минуя столицу, отправилась на международную арену сувенирного бизнеса. Манера письма Надежды Стрелкиной деликатна и знаменита мягким изображением лиц, как бы светящихся изнутри. Именно поэтому ее работу используют для создания открыток, календарей, пазлов, книг и музыкальных шкатулок по всему миру. Очень приятно, когда действительно в каждом американском маленьком магазинчике продаются открытки с работами федоскинской художницы Надежды Стрелкиной. В лучах славы не забыла художница и про то, что Федоскина родина лаковой миниатюры. И как только появилась возможность, осуществила давнюю мечту. Теперь в селе для всех желающих распахнул двери частный музей с ее работами. Но московская выставка эту коллекцию сможет увидеть только в следующем году. Посмотреть, покрутить в руках и примерить на себя предметы народного творчества можно на 21 декабря в экспоцентре на Красной Пресне. Олеся Серегина, Максим Графчиков, новости 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова